Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 18 января, на вечере Богоявления Крещенский Сочельник. Поздравляю вас с этим событием. Сегодня необычное богослужение, за которым читается довольно-таки много отрывков из Священного Писания, из богослужебной книги «Апостол». И поэтому я считаю целесообразным выбрать то чтение, которое читается за литургией. А сегодня за литургией читается отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла Коринфяна, глава 9, стихи с 19 по 27, то есть до конца главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона – как чуждый закона. Не будучи чуждый законно пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня на вечере Богоявления, или как мы привыкли называть, крещенский сочельник. Я уже сказал, что сегодня читаются и царские часы, и там читается как минимум четыре раза послания апостольские. И освящается вода после божественной литургии. Там тоже читается послание к коринфянам апостола Павла, десятая глава, там четыре стиха читаются. Но также сегодня звучит литургия, божественное слово. Тоже читается за литургией. И мы как раз таки прочитали отрывок, который будет читаться за литургией в этот святой день. И читается в этот святой день. Итак, перед нами первое послание святого апостола Павла к коринфянам. Апостола Павла часто упрекали в лицемерии его противники, те, кто искренне или лукаво не понимали апостола Павла и считали, что он поступает неправильно в своей жизни, проповедует неправильно. И не так нужно славить Христа, и не так нужно ему поклоняться, и не так нужно в него верить. И поэтому они всячески ставили различные препятствия в проповеди апостолу Павлу. И каждый раз, когда они приходили или возникали на новом месте, или в какой-либо из церквей поместных, они говорили о том, что вот, дескать, апостол Павел с одними ведет себя так, с другими себя ведет так, он просто лицемерит. Но апостол Павел четко показывает нам в сегодняшнем отрывке, почему он так поступает, и что на самом деле у него есть одна главная магистральная линия. Она выражена в 21 стихе во второй его части. 21 стих звучит так. «Для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу». Чтобы приобрести чуждых закон. Итак, самое главное, что апостол Павел остается подзаконным Христу. А если мы вспомним послание святого апостола Павла к Галатам, главу 5 и 6, мы вспомним, что есть плоды Духа. И те, кто живет и наполняется посредством своей веры и своей жизни, а соответственно и делам, своей жизни по вере, соответственно, на таковых, пишет апостол Павел, уже нет закона. И далее в 6 главе, в первых двух стихах, он говорит о том, что «Тяготы друг друга носите и так и исполните закон Христов». Закон Христов именно в милосердии и любви к ближнему, в контексте веры во Христа Иисуса. Вы духовные, если увидите, что кто-то впал в какое прегрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости. Наблюдая самим, как бы не впасть в искушение, носите времена друг друга и так и исполните закон Христов», говорит апостол Павел. Соответственно, он вот именно в этом контексте подзаконен Христу. То есть он движется по пути своего служения апостольского именно в контексте вот этой магистральной линии подзаконности Христу. А закон Христов созидится, во-первых, на двух еще ветхозаветных заповедях. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. И та самая новая заповедь, которую единственную дает нам Христос, это заповедь о любви. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Да, слова нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Соответственно, что делал апостол Павел? Он говорит, будучи свободен от всех, то есть на самом деле он не детерминирован никем, он не связан никакой системой, он подчинен и подотчетен только Богу. Потому что любая религиозная система порой становится каменной, как этим стало вот это харизматическое движение ветхозаветной церкви. Оно обросло различными традициями. Как говорит сам Христос, обращаясь к фарисеям, вы накладываете на своих соплеменников бремена неудобоносимые. Помимо закона, который дал Моисей, вы еще придумаете какие-то свои правила, которые человек не может исполнить. Так вот, любая религиозная система в той или иной степени может обрастать вот такими мешками сторонними. И апостол Павел свободен от всего этого. Он находится в непосредственном посланничестве, непосредственном апостольском служении от Господа. Соответственно, он свободен от всех. Я всем поработил себя. И будучи свободен от всех, он понимает, что не нужно быть снобистским человеком, не нужно быть снобом и свысока смотреть на других. Он приходит и, прежде чем проповедовать, понимает, чем живет человек в той или иной местности, какие у него религиозные представления, и как лучше ему рассказать о Боге. Здесь уместно вспомнить великий труд переводчиков Священного Писания. Ведь есть народы, очень часто можно услышать этот пример, есть народы, у которых просто чисто физически из-за географического положения отсутствует такое понятие, как хлеб. Они просто его в глаза не видели. Например, какие-нибудь, даже в нашей стране, якуты, которые живут оленеводчеством на территории вечной мерзлоты, где земля не прогревается, чтобы вообще хоть что-то посеять. Они живут за счет оленины, оленевого мяса, и за счет этого промысла, за счет рыбы. За счет рыбы. И когда переводили молитву «Отче наш», как им перевести слово «хлеб наш насущный»? Никак не перевести. Соответственно, им перевели вот этим словом «рыба», потому что у них в культуре просто нет данного аналога. Соответственно, апостол Павел поступал точно так же, приходя, ведь это римский, мир римской империи, это был многокультурный мир. Было множество различных культур с разных пониманием. И апостол Павел, и для него самое главное было это принести смысл, смысл дела спасителя. Это освобождение верующих из-под греха. И он объяснялся им на том языке, на котором было понятно. Поэтому он пишет, «Я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. То есть он исполнял закон, потому что у них были такие представления. Понимаешь, что незаконным человеком спасается, говорил апостол Павел. Для законных был как подзаконы, чтобы приобрести подзаконы. Для чуждых законов, как чуждый закона. Для немощных был как немощный. Он не пишет, для немощных я был немощным. Он был как немощный. чтобы они ему доверяли, как своему, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Также мы должны, дорогие братья и сестры, не свысока судить других людей, а попытаться понять их жизнь, их культуру, их трагедию и их радость, чтобы сорадоваться и скорбеть рядом с ними, проявляя к ним таким образом любовь. И через эту любовь они увидят сияние вечной жизни. И тогда мы сможем проповедовать им Христа. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, Я точу на имя Твое по всей земли, Я повзялся в великолепие Твое, привыче небес. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...